Всем привет, с вами как всегда Лейкин и сегодня у нас новый видосик на сервере Камбэк ПВ по версии 1.4.6 И этот видос будет касаться у нас 1.4.6х, который будет открываться совсем скоро, 25 октября, да, уже в 18.00 по МСК, где мы, собственно, и будем играть, стримить и делать, собственно, свой клан. Вот, заранее извиняюсь за подобный видос, так как я сейчас заболел и, я думаю, по голосу вы слышите, что я прям не очень, так сказать, вот, поэтому заранее sorry. И перед началом данного видоса хочу сделать розыгрыш на камбэках на 1.3.6 и на 1.4.6, соответственно, для того, чтобы в него сейчас нужно поставить лукас по данной видосе, в комментах указать свой игровой никдейм данного сервера, либо 1.3.6 сервера и, соответственно, подписаться на мой YouTube-канал, если вдруг вы еще не подписаны. В принципе, как бы ничего такого сложного нет, будем разыгрывать мою соточку голды, так что всем желаю удачи и давайте перейдем уже непосредственно к самому видосу. О чем вообще в целом у нас видос? Недавно я делал видосик, прямо относительно недавно, где я рассказывал о том, что мы все-таки пойдем на 1.4.6 и, соответственно, говорил, что буду делать там клан, буду активно там играть, то, что не буду запрос 1.6, попутно будем играть, там, стараться на двух серверах и так далее и тому подобное. Но тогда я еще не знал и не мог определиться, кем я хочу пойти и что я хочу вообще, в принципе, делать. И данные видосики я хочу посвятить именно, соответственно, таким рассуждениям и всему вот этому. Во-первых, как бы, да, я уже тогда еще поднимал тему того, что у меня есть шаман, на котором я, в принципе, играю достаточно давно уже. И мне шаман, в принципе, очень нравится, поэтому я, как бы, шамана забрасывать не хочу. Плюс ко всему, у меня шаман недоделанный, я хочу ему доделать круг плюс 11, у меня не все шмотки доделаны, да. Если посмотреть, по-моему, шаманчику, то у меня получается из плюс 11 это пушечка, это, соответственно, шлем, это накидка, это верхняя бежа и какая-то еще шмотка, по-моему, одна. И вот по ноже. Все остальное у меня, как бы, недоделано, то бишь у меня низ ботинки плюс 10, вверх у меня плюс 9, наручу у меня тоже плюс 10, здесь я вообще сбил. И вот эти шмотки нужно будет добивать в любом случае и делать там круг 11, как минимум. Плюс я хочу сделать 20 кхп на бафах, тоже, как бы, гоню за этим. И вообще, в принципе, мне шаман нравится, как и ддшка, как и просто на гвг, там какой-то мод и прочее, прочее, прочее. Поэтому забрасывать персонажа этого я не хочу, плюс он хорошо одет и в него вложено очень много усилий. Вот, поэтому для меня шаман это что-то такое, чем я хочу, в принципе, играть и развиваться, как бы, да, соответственно, шаман у нас будет ждать. Так сказать, объединение. И мне нужны персы, которые будут фармить деньги для того, чтобы я себе сделал какой-нибудь цгд, например. То бишь, моя цель будет на иксе, это сделать персонажей, которые в будущем будут давать мне возможность фармить много-много денег. И стакаться будут с шаманом. И, соответственно, всем этим самым я смогу зафармить себе очень много всего того, что мне не хватает сейчас. И также, помимо этого, я еще думаю ходить на бд и бд монеты, скорее всего, оставлять, потому что мне нужны будут бд монеты, скорее всего, на грейд биш, на грейд колец и на грейд цгд, если вдруг я уже все-таки загорюсь желанием и за эти полгода не перегорю и все это буду делать. Но если перегорю, то просто потом продадим бд монеты и все это будем, как бы, уже в улучшение перса откидывать. Вот, по поводу персонажей, который для себя выбрал, здесь, как бы, смотрите, смежная такая тема. Во-первых, мне нужен какой-то персонаж, который будет очень сильно стакаться хорошо с шаманом. То бишь, он должен давать мне какой-то буст и, ну, в некоторых данжах, чтобы я мог под шамана как-то сыграть. И первое, что приходит на ум, как вы и подумали, наверное, да, все, это сикер. Сикер, как бы, очень хорошо подходит под шамана моего, я смогу реализовывать печатки. А с учетом того, что я люблю играть адским сикером, многие мне за это засрут, конечно же, то там еще морозка хорошая, алмазка хорошая и вообще в целом это будет хорошо стакаться. Плюс у меня еще есть окна синчик 5.0, варчик 5.0 на всякий случай, поэтому сикер будет хорошо к ним стакаться и это будет офигенно смотреться. И, скорее всего, старт у меня с нулевой будет за сикера, то бишь, мы начнем играть за сикера, статанем за него, но это будет не одно окно, я в любом случае буду делать несколько окон, потому что, во-первых, у меня будет клан холл и я буду с кланом фармить его и нужны будут туда персы, как бы, чтобы фармить больше и просто, чтобы был дамаг в начале, потому что, зная, как бы, моих ребят, они очень долго будут качаться, скорее всего, и поэтому мы будем уже, ну, думать, как бы, что куда лучше сделать. Поэтому сикер, скорее всего, будет с нулевой, то бишь, у меня большие надежды на сикера, я хочу его одеть в либо 101-м арай, либо в 8-й ранг, посмотрим по существу и, соответственно, прям максимально его постараться заточить, чтобы в будущем, первое, он со мной крутила факагуй, то бишь, я смогу шаманов спокойно шотать боссов, сикер будет спокойно крутить, возможно, без танка собирать. Ну, я хочу сделать такого сикера, чтобы мог собрать, если что, на антистанке волны, которые нужны и раздамажить их, как бы, соответственно, поэтому тоже на этом будем, как бы, ориентир делать. В общем, сикер у нас 100% будет, мы за него залетаем. Я не очень хочу играть сикером, да, потому что сикер в целом, как бы, вот такой ПВЕ-булка, но вариантов, как будто, не так много, потому что, в принципе, делать какого-то мага условного, потом его вместе с шаманом стакать, ну, хрень получается. Плюс я нирку не очень хочу фармить, но в любом случае, если вдруг я захочу фармить нирку, то у меня есть еще шаман, как раз-таки на объединении, и в конечном итоге я смогу сикера застакать с шаманом. Либо у меня ребята будут в клане, там, за магов, за шаманов играть, можно с ними будет вместе пофармить. Ну, и второй перс, которого я точно знаю, что пикну, это будет танк. Да, я за него говорил уже, у меня есть танк на 136, ой, на 136, уже на 146. То есть, в Мэйне у нас есть танк, он у нас в Сансари недоделанный, но там я тоже хочу сделать, как бы, танка, который, соответственно, будет немножко отличаться от того, что вы видели. Скорее всего, он будет фистер, потому что у нас есть сикер, и под сикера будет хорошо залетать этот танк, но я, как бы, любитель кринжа, вы это все прекрасно знаете, поэтому танк, скорее всего, будет у нас райский костечек. Да, вы сейчас офигеете, конечно, я постараюсь ему сделать 5-0 по джинам, не знаю, получится у меня или не получится, но в любом случае, я для себя так решил, что я попробую сделать танк райского костечека. Почему райский? Ну, во-первых, бафы, во-вторых, некоторые скиллы, которые мне симпатизируют именно, да, с танчика, ну и просто, как бы, как твин, он будет достаточно мне полезен, потому что в будущем танк-фистер мне будет не нужен, и как только я выформлю какие-то определенные вещи, как только я смогу просто гонять уже в гуй, мне, по факту, танк-фистер будет не нужен, то бишь, я просто его уже на задний план уберу, он будет просто обычным танком, и там я уже буду больше формить деньги, как бы, уже в себя, то бишь, в шамана своего, да, который, соответственно, можно будет и всю движуху делать, плюс, ко всему, можно будет этим танком еще на АБД побегать и полутать, постараться монетки, то бишь, если я его смогу нормально хотя бы приодеть, то он, во-первых, будет иметь очень много физдефа, во-вторых, у него будет очень много хп, ну, понятное дело, что я буду перекидываться, да, и, соответственно, как бы, сам по себе он должен будет приносить достаточно много средств, поэтому я думаю, что он окупится, как бы, в своем роде, и будет такой, типа, терпильная танкуха, который будет выносить кучу средств для моего будущего шамана, которого я хочу забусить, потому что мне не хватает здесь колец, цгд, бижи, я уже говорил, да, за эту тему, поэтому это все надо будет доделать, пусть камушки надо будет доделать тоже до конца, так что всем этим будем заниматься обязательно, и, как бы, вот эти два перса у меня 100% будут, какое будет третье окно, я пока не знаю, сижу, думаю, насчет того, кого бы мне добавить, преста делать не буду, потому что у меня будут престы в клане, ребята, если что, помогут, поэтому, скорее всего, надо делать какое-то физовое окно, и тут у меня в голову приходит еще воин, это чтобы у нас были драки 100%, то бишь у нас, получается, будет, если мы пойдем в их, в их, например, там, в три окна, то там будет два фистера плюс драки, плюс, соответственно, как бы, сикер, каруселка, алмазка и прочая-прочая фигня, в общем, звучит, как бы, бодро, но меня пугает только то, что они все ближники, и, как бы, как будто бы будет немножко плоховато в этом плане, хз, но третье окно я пока буду думать, потому что я не буду качать их одновременно, то бишь у меня сначала пойдет сикер, потом уже только пойдет танк, и потом уже пойдет то окно, которое я буду докачивать в будущем, в любом случае, как бы, я не буду качать их сразу одновременно, потому что это полная фигня, ибо какой смысл качать одновременно эти окна, если я просто буду нигде не успевать, и в конечном итоге не злота никакой контент, ничего не буду фармить, Я лучше найду сикером до какого-то фарма Буду фармить и в ВК-режиме Буду стараться прокачиваться еще другими персонажами Вот, и тогда уже, я думаю, что мы тут в этом плане сработаемся И начнем уже как-то их двигать Там, там, медитации закидывать и так далее и тому подобное Плюс надо будет много средств вначале потратить И, скорее всего, тоже вначале будут закидывать хорошую сумму денег Для того, чтобы стартануть хорошо И, так сказать, иметь как бы на всякую расходку деньги и так далее Плюс надо клан будет обойти и все в этом духе В общем, как-то так у нас получается по персонажам По поводу того, что у нас будет У нас райский танк, адский сикер получается Потому что мне нужна чишка на сикере будет А как он будет основным, первое время особенно И я люблю играть через чишку И на нем будет достаточно много чей набиваться За счет того, что у него первый, второй, третий скиллы И там дают очень много чей Вот, плюс некоторые скиллы там будут чей не требовать Или там с процентным соотношением каким-то будет работать В общем, мне нравится адский сикер Поэтому меня за это не бульте, не пукайте В любом случае играю как люблю Ну и танк, я уже сказал, за скиллы По поводу третьего окна Все-таки пока подумаю Но, возможно, это будет воин Но если воин, то будет фистер точно Сто процентов Потому что будет большой ДПС от него В этом плане В общем, как-то так у нас получается по окнам Я долго очень думал насчет этого всего И вообще изначально, конечно, хотел сделать танк Прям с нулевой Сделал танка костейчиком Гонять, там фасты еще побегать Ребятам помочь Но в конечном итоге я подумал, что танк будет только позже Ибо нужно что-то такое Что очень быстро, очень резо цертанет Не выпадет как бы со всей вот этой вот движухи Тем более будет ажиотаж очень лютый В начале как бы на сервере И надо это как-то все вот Вписаться в эту всю историю Поэтому будем стараться, будем надеяться Будем смотреть, как это все будет выглядеть Ну и постараемся, конечно, на старте Не застрять в стартовой локации Иначе будет грустно Потому что потом будет тяжело оттуда выходить Так как будет очень много людей Поэтому будем как-то пытаться Вырваться из этой всей заварушки Ну и как я и говорил Кланчик у нас будет Клан называется Готэм Все-таки, да, так и оставляем название Поэтому если вдруг вам некуда пойти То обязательно ждем вас в своем клане Места у нас еще есть И поэтому приходите Всем будем рады, получается Ну если вы не сильно на ПК-шник какой-то Потому что таких людей не очень приветствуем Если вы там прям 30-х уровней льете То, наверное, они к нам все-таки Вот так попытаемся захватить Большое количество ивентов Которые вообще будут на сервере находиться Вот и попробуем везде Сунуть свой нос, как говорится Так что, если что Увидимся с вами на открытии 1.4.6 камбэка Надеюсь, что Поиграем там с кайфом И надеюсь, что успеем выформить Хотя бы Ну вообще у меня цель выформить ЦГД Это выформить 10 миллиардов Поэтому Надеюсь, что я успею за полгода Собрать персов И выформить себе средства Так что увидимся уже там Всем спасибо большое за просмотр Всем удачи Участвуй в розыгрыше Не забывайте Подписаться на канал И, соответственно Ищите стримчики на Твиче Всем бпшка Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...